Весенние праздники впервые проводятся в непривычном для некоторых в онлайн-режиме и в кругу семьи. Вместо традиционных парадов – культурная программа в интерактивном формате – конкурсы, концерты, челленджи и другое. Вот так, не выходя из дома, можно с пользой провести праздничные дни. Ровно четверть века назад первый президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о переименовании привычного всем Дня международной солидарности трудящихся в День единства народа Казахстана. Ныне в нашей стране проживает более 130 национальностей, каждая из которых уникальна. Как подчеркнул президент страны Касым Жумар Тукаев, все национальности, проживающие в Казахстане, являются единой нацией. В нынешнем году из-за пандемии коронавирусной инфекции казахстанцы все же смогут разнообразить выходной день праздничной программы. Для любителей культурных мероприятий будет транслироваться запись концертов, выступления творческих коллективов, постановки театральных трупп, конкурсы, выставки в формате онлайн и многое другое. Также граждане смогут поздравить друг друга посредством гаджетов в режиме реального времени. Первое мая. День единства народа Казахстана ознакоминовался для жителей Алматинской области открытием крупного производственного объекта. На индустриальной зоне города Талдыкурган распахнул свои двери агропромышленный комплекс по переработке масляничных культур. Сумма инвестиций составила почти 4,5 миллиарда тенге. А главным акционером предприятия является первый в истории независимого Казахстана премьер-министр Сергей Терещенко. 500 тонн рапса и 400 тонн подсолнечника в день может перерабатывать новый комплекс в восточном микрорайоне областного центра. Всю продукцию изначально предприятие намерено поставлять на отечественный рынок. А уже далее с увеличением мощности планируется выходить на экспорт в соседний Китай. На первом этапе здесь уже трудится 50 человек, а с выходом на полную производительность комплекс обеспечит постоянной работой 350 человек. Два миллиона тонн масла хочет Китай. Поэтому нам надо производить рапс, надо производить подсолнечник. Мы будем перерабатывать. Дальше комбикормовое производство будем делать. Дальше значит еще там плодоконсервные заводы. Я приглашаю всех в эту зону, чтобы мы здесь создавали рабочие места, потому что две проблемы сейчас. Проблема продовольствия и проблема занятости, проблема рабочих мест, чтобы люди могли зарабатывать, чтобы люди могли жить, чтобы люди могли это дело делать. К комплексу подведены все коммуникации, то есть проблем с водоснабжением, электричеством и прочими видами инфраструктуры нет. Местные власти оказали инвесторам всю необходимую поддержку. Действительно, за последние шесть лет сельхозсектор Алматинской области значительно увеличил инвестиционную привлекательность. Руководство края во главе с Акимом области Амандыка Баталова оказывает и будет оказывать всестороннюю поддержку агропромышленному комплексу, что, конечно же, будет способствовать привлечению современных технологий и инвестиций, повышению производительности труда и, конечно же, усилению его глобальной конкурентоспособности на рынке. В прошлом году мы по объему промышленного производства закончили 950 миллиардов тенге. В этом году мы ожидаем больше триллиона тенге. Это когда было в Алматинской области объем промышленного производства больше одного триллиона тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства в Алматинской области составляет в целом по республике доля около 17%. В прошлом году мы закончили 846 миллиардов тенге. В этом году мы подойдем к триллиону. Огромный рынок сбыта у нас от Китая и другие страны. Поэтому я еще раз хочу сказать огромное спасибо Сергею Александровичу вам лично, вашей команде. Вот, Тим Ханнайдаровичу сегодня приехал. Комплекс оснащен по последнему слову техники. Оборудование из стран Европы позволяет выпускать экологически чистый продукт. Консерватов и добавок в нем нет. На сегодняшний день завод на 100% обеспечен сырьем. Установлено оборудование немецкого производства, на котором применяется современная технология переработки семян масленичных культур для улучшения качества получаемой продукции. Нами заинтересовались наши сильные компании, наши местные, которые у нас готовы покупать и наше масло, и наш жмых. Значит, мы сейчас пока покупаем масло на Восточном Казахстане. Сейчас семечки у нас будет из России. По крайней мере, завод на сегодняшний день полностью сырьем обеспечен. В ближайшее время в областном центре будет реализовано еще три крупных инвестиционных проекта общей стоимостью около 23 миллиардов тенге. Это позволит создать более 500 новых рабочих мест. Кстати, два предприятия из них размещены на территории индустриальной зоны Талдыкурган. Азадж Маханов, Абзал Мусипов, телеканал ЖТСУ. В нынешнем году День единства народов Казахстана, как и праздник весны на Урыс, пришелся на период пандемии и карантина. Все массовые мероприятия отменены, но совершать добрые дела никто не запрещает. Этнокультурные объединения региона решили в этом году устроить праздник для тех, кто остался без доходов. Уйгурский этнокультурный центр Алматинской области выступил с инициативой в честь Дня Единства народа Казахстана внести вклад в общее дело. В списке нуждающихся граждан предоставил отдел координации занятости и социальных программ, а проще СОБЕС. Средства для благой цели, около 350 тысяч тенге, выделены местными предпринимателями. Сформирован список из 50 человек, и вот мы начали развозить эти посылки добра. Эти акции ни разу не будут продолжаться, потому что наша сила в единстве, и мы всегда отличались толерантностью и поддержкой друг другу. Отметим, что подобная акция уже проводилась уйгурским этнокультурным центром в начале весны текущего года. В марте акция «Бизбергемес» была охвачена также полсотни толдукруганцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. От Ассамблеи народов Казахстана и от областного уйгурского центра были приготовлены продуктовые корзины в помощь для наших пожилых людей, в помощь для многодетных семей. Этой акции мы хотели привлечь внимание нашу молодежь, которые бы, я думаю, глядя на нас, тоже протягивали руку помощи всем нуждающимся по мере возможностей. Здравствуйте! Это суйгурского центра вас беспокоит. В рамках республиканской акции «Бизбергемес» так называемые посылки добра получили 8 граждан с особыми потребностями, 12 многодетных и 5 неполных семей. Огромное спасибо нашу государству, Ассамблею народа Казахстана за такую заботу в наши трудные времена. Мы все вместе переодолеем. Многое переодолели, прошли, и этот вирус переодолеем. К сожалению, у меня инвалид первой группы. Но живем, не жалуемся. Не остались без внимания и люди почтенного возраста. Представители уйгурского этнокультурного центра отдали дань уважения 24 старейшинам, посетив их с визитом в это нелегкое время и вручив им продуктовые наборы и средства гигиены. Именно им в это сложное время нужна максимальная защита. Евгения Присяжина, Ерлана Замбай, Осет Дюсимбек, телеканал ЖТСУ. 168 человек прилетели из Объединенных Арабских Эмиратов в Алматинскую область 30 апреля, то есть вчера вечером. Они приземлились на территории Талдыкурганского аэропорта в 9 вечера. Всех прибывших сразу же отправили на двухдневный карантин в пригороде города Капшагая, сообщают в пресс-службе Акима Алматинской области. Подробности в следующем материале. Сразу по прибытию все пассажиры рейса прошли лабораторные исследования на наличие COVID-19. Процедура обязательная. В случае, если у человека будет выявлен коронавирус, его немедленно госпитализируют в ближайшую больницу. Однако, по предварительным наблюдениям врачей, состояние всех прибывших стабильное. Покидать территорию зоны отдыха, куда поместили приезжающих на карантин, строго запрещено. По периметру выставлена охрана. Впрочем, обеспечены приезжие всем необходимым, в том числе трехразовым питанием и комфортабельными номерами. Пассажиры благополучно добрались. Никаких эксцессов с перелетом не возникло. Мы отвезли их в пригород Капшигая. За ними будет вестись наблюдение. Акимат Алматинской области создал для них все необходимые условия. Теперь ждем только результатов анализов. К этому часу результаты анализов пассажиров пока неизвестны. В случае, если тест окажется отрицательным, прибывших доставят на специальных автобусах по месту жительства. Добавим, перелет ЖТСУСов из Объединенных Арабских Эмиратов на родину стал возможным благодаря четкой и своевременной работе властей региона под руководством Акима Алматинской области Аманды Кабаталова. Дамир Анитов, Наржан Муканов, Миди Джимабай, Телеканал ЖИЦУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин